Продолжение следует... Виталий Андреевич, здравствуйте. Я посмотрела наш договор. Нет, там черный по белому написано. Десять рабочих дней. Доброе утро. Доброе утро. Сумку, компьютер. Я вот этого не понимаю. Что значит поймите меня как женщина? Я не понимаю, в какое я ваше положение как женщина. Она должна войти. Нет, я не понимаю. Нет, так не пойдет. Виталий Андреевич, десять рабочих дней. У вас есть еще сегодня и завтра. Завтра в 17.01 я даю отмашку юристу. Да. И вам всего хорошего. Вовлечено в пиратский бизнес. Неужели для жителей стран третьего мира... Оставь, оставь. Ты слышал, да? Он меня как женщину просит. Бывает же такое. ТОРОННЫЙ ГОВОРОКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ТОРОННЫЙ ГОВОРОКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему я вижу недвибрацию, а вы нет? У вас что, глаз нет? Стой! А ну, поднимай! Поднимай быстро! Почему вы ставите опалубку? А где защитный слой? Сначала сделать защитный слой, потом опалубку. Переделать это все! Обратно! Надежда Петровна, это единичный случай. Рабочие неквалифицированы, но не понимают. Ну, а это что? Почему арматура вся грязная в цементе? Вот, щетки лежат. Берешь щетку, и цемент счищаешь с арматуры. Она для этого здесь лежит. Понятно? Я уже не говорю о шаге хомута. Это что? Это так положено? Вот, молоток, пожалуйста. Взял и поправил. Взял и поправил. Стойте рядом с ними. Объясняйте. Сами показывайте. Эту колонну переделать. Завтра приеду и проверю лично. Вы будете отвечать. Зараза. Лезет везде. Работаем! Что встали? Разбились по парам. Отрабатываем связки. Блок. Удар. Поле об лету. Молодец. Хорошо. Блок. Рука. Нога. Все, спасибо. Закончили. На сегодня все. Лучше всех себя показала надежда. Учитесь, мужики. Спасибо. Спасибо. Нет, ну ты видишь. Спасибо. Значит, завтра все, как всегда. Да. Или нет. Знаешь, что, Валер, давай попозже. Восемь. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Надя. Боже, он напугал лешихи. С клумбы или с клапичи? Вот так ты рада супругу. Я рада своему бывшему супругу. А я, между прочим, соскучился. Давай помогу. Слушай, я же тебя просила не приходить. Вот так все время. Вот начинается все по-хорошему, а плохим заканчивается. Опять ругаешься? Нет, почему? Я свое уже отругалась. Если ты за деньгами, то их тебе не дам. А что ты взяла, что я за деньгами? Я, может, пообщаться пришел. А, очень интересно. Ну, что, брезгуешь со мной разговаривать? А я человек, Надя. Да, Гриш, какой ты человек? Я, между прочим, на работу устроился. Зарабатывать буду. Ну, все. Спасибо, Миша. До свидания. До свидания. Мне для работы надо спецодежду купить. Что ты говоришь? Я тебе с первой получки все отдам. Я тебе деньги каждый месяц перевожу. Пойди, сними. Ты купишь себе спецодежду 40-градусную. Ну, я думал, посидим, поговорим. Повяжем, как к супруге. Войдешь в мое положение. Я не собираюсь, Миша, входить в твое положение. Я тебе двухкомнатную квартиру подарила. Вот, посиди там или лежи с кем-нибудь. Ну, и жадная ты все-таки стерва. Да, да, да. Я и пить-то начал из-за тебя. Потому что ты со мной как с тряпкой. А мне, знаешь, уважение нужно было. И не любил я тебя. И терпел только из-за Сереженьки, сыночка. Чтоб ты жизнь ему не испортила. Наденька, я изменял тебе. Знаешь, сколько у меня было женщин? О, все красавицы. Не то, что ты. А с тобой спать хорошо щурбаном. Потому что ты не женщина, а мужик в юбке. Ай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я пойду на тайне живота со следующей недели. Да. Ну, потому что работа сидячая. Затекает позвоночник. А надо двигать малым тазом. Со мной пойдешь? Домой двигай. Тебя ждут. Не, ну все-таки это лучше, чем спор. Иди-ди. А как там твой Сережа? Как жена его? Все по плану, все по скайпу. Ну, ты привет передавай. Передам. До завтра. До завтра. Школа танцев. Творец. Творец. КОНЕЦ 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 Если Вы на теннис живота, то места уже нет, но Вы можете прямо перейти на левую сторону и поговорить с преподавателем. Привет Да ты что? Нет, на влечке? Ну, немножко на влечку Как вам? Красиво. Музыка. Вы танцуете? Нет, что вы, смеетесь. Да, хотите? Нет, конечно, я борьбой занимаюсь. Борьбой? Борьбой. Кто ваши партнеры по борьбе? Ну, женщины, конечно. Нет, мужчины. Вы сражаетесь с мужчинами? Конечно. Побеждаете? Конечно. А вы испытываете после боя чувство счастья? Как будто влюбились весной, это чувство взаимное. Рано зализываю. А вот танцы дарят именно такое чувство. Кстати, хочется летать. Вика, 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 не замирай. Цезура. И ладно, все, дышим. Я, наверное, помешала? А? Да не, что вы, что вы. Я думаю, вы будете прекрасно танцевать. Да, у нас есть индивидуальные занятия, есть групповые занятия. Правда, это не дешевое удовольствие. Не в деньгах дело. А можно дома? Если вам здесь неудобно и что-то смущает вас. Прямо дома можно танцевать? Оставьте свой телефон мне. Пишите, пишите. Так, начали. Все сначала. И раз, два, три. Молодцы. Аккуратнее, аккуратнее. Мне здесь трупы не нужны. У меня тренер тоже так говорил. Спасибо. Надежда Петровна. Да, вас как-то. Василий Владиславович. Василий Владиславович, очень приятно. Я вам позвоню. Ну, или кто-нибудь из моих учеников. Хорошо. Попробуйте. У вас получится. Спасибо, что вы разрешили посмотреть. Ну, что вы, милая. До свидания. Всего доброго. Раз, нежнее, нежнее. Вика, держи спину. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день. Здравствуй, Сеч. Ну, судя по победному выражению лица, у вас все получилось. А как же, конечно. Материальную сторону вопроса мы решили. Ну, а теперь терпение и труд. И победа будет за нами. Да, Настюш? Артем Хамедулин завидный партнер. Настя, ну тебе придется его на себя тащить. Он ленивый. Ты готова к этому? Вообще, я... Вы мне главное, скажите, победить с ним больше шансов. Однозначно. Ну, и замечательно. Смотрятся они друг с другом великолепно, а остальным станцуются. Так что, вот вам новая пара, успеют они к турниру. Попробуем. Виталька обиделся. Переживет твой Виталька. Каждый ищет, где ему удобно. Ты ему сказала? Я сказала. Я сказала, сожми кулаки и иди вперед. Это жизнь. Где он? В раздевалке. Подождите меня в кабинете. А тебе уже пора забыть своего Виталька. Твой партнер теперь, Артем. Пойдем. Сразу отвечу на твой вопрос. Да, это предательство. Я не спрашивал, я знаю. Тогда отвечу на второй твой незаданный вопрос. Что теперь делать? Это стерва Настина мама. Она права, надо идти вперед, несмотря ни на что. И это я знаю. Выбора у нас особого нет. В смысле партнерши. Вероника. Не надо строить рожи. Да, она невыносимая. Но пара из вас получится. Пара получится, выиграть не получится. Ты сам знаешь, кто побеждает на турнире. Они все решают танцы. Ищи деньги. Виталий, какими угодно способами. Если, конечно, хочешь получить титул. Утешительный приз. Частные уроки. Но главное, это шанс найти себе спонсора. Женщина сказала, что деньги для нее не проблема. Заставь ее себе помогать. За прелюбитых спасибо, только я не буду раскручивать женщину на бабки. Не та профессия. Ну, как знаешь. Во сколько завтра тренировка? А ты все-таки хочешь тренироваться? Сначала назначу время Насте с Артемом. А вам что останется? Позвони мне вечером. Вот здесь работы уже закончены. А на одном участке будут закончены пятницы. А должны были когда быть закончены? Должны были сегодня, но... Ну, сухая смесь не пришла. Они обещали пристать в четверг. Вот до сих пор нет. Людмила Ивановна, запишите. Алло. Да. Что? Громче говорите мне, так плохо слышно. А. А ну да. Давайте попробуем. Вечером. Часов все ждать. Я перезвоню. До свидания. Все нормально? Что? Все нормально? Да. Ну? Тссс. Кто там? Виталик, это Настина мама. Здрасте. Проходите, пожалуйста, Игорь Васильевич. Здравствуйте. Виталик. Прямо и направо. Тридцать километра. Раздельный у нас санузел. В комнате вся обстановка. Вот сюда направо, пожалуйста. Диван. Да, балкон, пожалуйста. Ольга Ивановна, а что происходит? Виталик, обстоятельства изменились. Мы больше не можем тебе оплачивать квартиру, а контракт еще на полгода. Поэтому я нашла новую жизнь. Подождите, у нас с вами договор. Ну, это когда ты с Настей танцевал был договор. Ну, а сейчас какой договор? Коммунальные платики, все в плату в ходе? Нет, конечно. Ну, и квартира, я думаю, освободится. Ну, в понедельник. Пойдемте, я вам дальше покажу. Там кухня. Цельная машина автомат. Ну, что тут еще? Посуду я вам оставлю потом. Вот посуда, это хорошая. Да. Я же знала. Ну, лучше. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасте. Вы Надежда Петровна? Я... Ну да. А что? Ничего, я же первый раз вас вижу. Я вообще вас тоже первый раз вижу. Я Виталий, тренер по танцам. Ах... Тренер. Тренер. Танцы. Ну да, здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Проходите. Спасибо. Я закрою. Надежда Петровна, можно я... Ой, нет, нет. Ясно? Да, хорошо. Работа. Ах... А... Вам комфортно в этой одежде? Ой, это же моя. Ну хорошо. Вот только обувь. У вас есть туфли на каблучке? Не знаю. Да. Ну у вас же есть обувь? Есть. А ее можно посмотреть? Пойдемте. Ну, пожалуйста. Это все, что есть? Что мало? Да нет, нормально. Другой нет? Нет. Ну давайте пока в этих. А потом я вас очень прошу, купите, пожалуйста, себе комфортные туфли. Удобные. Угу. На каблучке. Угу. И обязательно, чтобы был ремешок вот здесь. Договорились? Конечно, с удовольствием. Хорошо? Угу. Ну что, начнем мы с вами... Можно я воспользуюсь? Ну конечно. Начнем мы с вами с разминки. Я буду показывать вам движения. Вы будете их повторять. Да. Вы готовы? Да. Тогда вставайте напротив меня. И поехали. Спину держим прямо, руки в сторону и движение грудной клетки. Вперед, назад, вправо, влево и восьмерка бедра. Запомнили? Восьмерочка. Да? Это не так сложно. Ну да. Раз, два, вправо, влево и восьмерочка. Надежда Петровна, только позвольте я подержу ваши плечи. Нет. Я все могу сосредоточиться. А что? Музыка очень громкая. Она раздражает. Громкая очень. Я понял. Да. Давайте попробуем без нее. Вы просто говорите движение и я повторяю. Я быстро схватываю на льду. Хорошо. Мы попробуем встать с вами в пару. Угу. Эту руку вы даете мне сюда. Угу. А эту кладете мне на плечо. Кладите вот сюда на плечо. Да. Локоточки держим. Доверьтесь мне, Надежда Петровна. И позиция в танце у нас с вами вот такая. Прямо такая? Ну, такая. Да. И левой ногой шаг в сторону. Маленький приставной. Аккуратней. Угу. И в обратную сторону. Транс клинный. Все. Извините. Извините. Я потоптала вам ноги. Ничего страшного, Надежда Петровна. Я прям чувствую себя бегемотом. Все нормально. Надежда Петровна, это… Извините. Я понимаю, что вы здесь совершенно ни при чем. Просто я вдруг поняла, что мне это не надо. Действительно. На черта мне это все надо. Все это. Не только это. У меня много работы. У меня мысли заняты только этим. Я думаю, за этот урок я расплачусь, а больше я уроков брать не буду. Извините. Как же с вами с женщинами тяжело. Что? Я говорю, как с вами с женщинами тяжело. А что это интересно? Вам, мужикам, с женщинами тяжело. На нас, на женщинах мир держится. Сколько я вам должна? Извините, Надежда Петровна. Простите. Что? Доверитесь мне. Моя мама бросила меня в пять лет. Что вы говорите? Моя бабушка мной совсем не занималась и в шестнадцать лет отдала меня в общежитие. Мама моей партнерши уговорила меня приехать в Москву сейчас. Выселила меня из квартиры, потому что ее девочки нашли лучшего партнера. Все женщины, которых я когда-либо встречал, не ценили моего хорошего отношения к ним. Ну, простите меня. Вас это, конечно, не касается. Денег я с вас не возьму. До свидания. Молодые люди, не проходите мимо. Шесть раз попадать. Молодой человек, желаете сыграть? Шесть раз попадете, заберете любого мишку. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Виталий? Добрый вечер. Это Надежда Петровна. Да. Я хочу попросить прощения. Я как-то сегодня вспылила. Как-то не по делу. Ну, поймите, мне правильно пришла с работы, устала. Сейчас подумала, наверное, было бы неплохо продолжить наши занятия. А только с единственной просьбой суббота, воскресенье, выходные дни. Да. В воскресенье замечательно. Да. Ой, да ну ладно. Что вы? Спасибо большое. Спасибо. До воскресенья. Вот так сынули. Воскресенье. Спокойной ночи. Крик, крик, слоу. Крик, крик, слоу. Настя! Тяни голову больше влево. Артём, держи локти. Двигайся, двигайся. Я сейчас взорвусь, наверное. Василий Владиславович, вы знаете, мы вас тут два странных часа уже сидим ждем, но когда-то мы будем танцевать, нет? Сталин, тяни голову, я тебе говорю, слышишь, Настя? Тяни голову. Прыжки. Знаешь, почему с нами так? Потому что нас с тобой всем наплевать. Он за этих мамашки глотки перегрызут, что-то нас с тобой сольют, никто и пальцем не пошевелит. Не солью. За кого-то решают деньги, а за кого-то мастерство и талант. В нашем случае мастерство и талант, понятно? Ты дурак, нет, Алексей? Кому это интересно? Тяни голову, тяни. Локти. Слушай, меня знакомая обещала с одним папиком познакомить, а он Газпромовский, у него скоро корпоратив. Так давай выступим, и если мы ему понравимся, то он станет нашим спонсором. Да, давай выступим. Конечно, выступим. Конечно, выступим. У нас же других дел нет, тренировок нет. Я не могу больше. Василий Владиславович, вы, конечно, извините, но знаете, мы вас уже, господин Часовик. Встали. Молодец. Я хотя бы что-то делаю. Умница. Еще раз заходи. Мать, привет. Привет, Серега, привет. Ты что, за рулем? Да, мать, я за рулем. Готов с тобой разговаривать всегда. Как ты? Стройка строится? Строится, конечно, строится. Вы мой перевод получили? Получили. Спасибо, мать, спасибо. Ну так чего тянешь? Сидишь за рулем. Давай быстрее за билетами и ко мне. Мать, тут такое дело. Нам друзья предложили в Мексику смотаться. Понимаешь? В Мексику. А там горы, пирамиды, море. Да, конечно, я понимаю. Здесь пирамид нет. Пирамид нет, каменные джунгли. Ну, хочешь, мы тебе деньги вернем? Я не поняла, почему здесь деньги? Трати их. Поездка-то, наверное, дешевая? Не дешевая, но интересная. И Светик, знаешь, как хочет? Ладно, решили. Рассказывай, какие у тебя новости? Никаких. Все по-старому. Мне папа звонил. Жалуется на тебя. Говорит, ты его обижаешь. Да вообще уже никакие ворота не обижают. Я его обижаю. Будь с ним помягче. Ты мне обещала. Ты ведь знаешь, по правде он человек хороший. Хорошо, да он хороший. Ладно, все хватит об этом. Как у вас дела? Как погода? Погода нормально. Папу не обижай. Хорошо. Эй, мать, а кто там пришел к тебе? Это гости. Да, пока. Ну-ка, ну-ка, кто, кто? Здрасте. 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 Простите, ради бога, я с сумками с квартиры переезжаю. Ага. У вас, кажется, опять плохое настроение? У меня ничего взяли. Нет. Нормальное. Ну что, тренировка будет? Конечно. Проходите. У вас новые туфли. Ну, вы же просили с перегоночками. Да, все правильно. Подходит? Да, вы молодец. И с правой ноги шаг вперед длинный раз, в сторону два, приставь. Нет, мне это неудобно. Такого не может быть, чтобы не получалось. Значит, знаете как, давайте так попробуем подходить к вам. А давайте мы сделаем так, как нужно сделать. Я ваш тренер, я лучше знаю. Приготовились руку на плечо, голова наверх, выше подбородок. Да. И правой ногой еще раз. И так. Ой, я кассиваю, да еще раз. И раз. Не сражайтесь со мной. Нет. Два, три. И с левой назад. Раз. В сторону приставили спину, держим, голову наверх. И с правой вперед. И раз. Подчиняйтесь мне. Два. Я пытаюсь. Три. Расслабьтесь, Надежда Петровна. Так, еще раз. Ну как вы мне говорите расслабиться? А это же все надо как-то держать. А вы углубнитесь, и у вас все получится. Да. И болит. Ой, дядя, ничего ты. Ничего, минут через 30 пройдет. Так, диск я вам оставляю. Включайте его каждый день, по вечерам и танцуйте. Как? Танцуйте, как нравится, просто двигайтесь. Самое главное. Хорошо? Все. Болит. Ну ничего. Ничего, ничего. Ну, может, чаю? Ой, не, спасибо, это неудобно. Что значит неудобно? Давайте в моем доме я буду решать, что удобно делать, а что неудобно. Я предложила чаю. Хорошо, только при одном условии. Вы не спорите в вопросах танцев, я не спорю в вопросах еды. Договорились? Это что? Хорошо. Договорились. Мойте руки и к столу. Спасибо. Вкусно? Очень, спасибо вам большое. Я старалась. Чай, кофе? Чай, если можно. Вы знаете, я в основном питаюсь по забегаловкам, поэтому очень хорошо понимаю разницу. А что вам нравится из домашней кухни? Только обещайте не смеяться. Я не буду. Манная каша. Манная каша? Обыкновенная манная каша. Только на молоке. А ее что, еще над чем-то готовить? Вы не ходили в детский сад в городе Светлогорске. Там ее делают на клей ПВА. Виталий, а вы уже себе квартиру присмотрели? Ну, я пока у друзей в общежитии поживу. И в клубе у нас раздевалка большая. Там можно перебиться. Да что? Это же не по-человечески. Да не берите в голову, Касима. И вам спасибо. Надежда Петровна. Да. С обуви мы определились. Теперь одежда. В смысле? Ну, нужна танцевальная одежда. Это что, юбка, что ли? Юбки я не ношу. А вы попробуйте. Юбки, платья. Хорошо? Ну да. Тогда до следующего раза. Спасибо большое, Надежда. Спасибо. До свидания. До свидания. Увидимся. Да. Добрый день. Проходите. Скидки у нас на всю коллекцию. 50%? Обращайтесь, если что. Качество трикотажа у нас очень хорошее. Трикотажа у нас очень хорошее. Скидки у нас очень хорошее. Объект будет сдан к концу третьего квартала. Теплосеть пройдет здесь, линия электропередачи будет вестись отсюда. Вот здесь будет установлен трансформаторный блок. А зачем он там нужен? Почему там? Там квартиры, окна, людей. Что они утром выглянули в окошко, и вот тебе трансформаторная будка, да? Все это, правее все уносим. Блок за территорию и всю линию тоже намного правее. Я не знаю, мне не нравится. Я не капризничаю, нужно все переделать. До завтра. Люська, ручку дай, пожалуйста. Туфли на каблуках. Красивые. Интересно. Шаг, два, три. Что смеется? Надежда Петровна, вы пытаетесь сделать все, чтобы я к вам подошел, а не вы ко мне. Я ничего не пытаюсь сделать, у меня просто не получается. У меня даже вот столько попытки не было. Все получается, все получится. В танце вы женщина, я мужчина. Круто, не только в танце, это и в жизни. Согласен. Я женщина, а вы мальчик. Хорошо. Это вы. Сосредоточься на одежде. Вы подходите ко мне на расстоянии вытянутой руки, сохраняя свой объем, локти растянуты. Мы двигаемся с вами синхронно и с одинаковой скоростью. Постановка в паре должна быть легкой и изысканной. Партнерша всегда следует за своим партнером. Понятно? Понятно, только сделать, наверное, не удастся. Не получится. Сможете, все получится. Просто доверьтесь своей женской природе. Чему? Женской природе, Надежда Петровна, прошу вас. О, господи. И раз, два, три. Вот и все. А вы говорите, не получится. Получилось? Получилось. Попробуем еще раз? Давайте. И раз, два, три, легче, два, спину не забываем держать. Локти, два, три, раз. Ну, очень вкусно. Правда? Нет, чего? Никак в детском саду? Нет, конечно. Я еще с собой положу вот этот контейнер. Так, я обещал не спорить в вопросах еды, поэтому спасибо. И это правильно. А вы так вещи с собой носите, да? Нет, не все, только половину. А где другая половина? А где? На мне. Руки вытирайте. И идите переодеваться. А эту там, где-нибудь бросите, я майку ее постираю, а потом вам ее верну. Идите. Это неудобно. Надежда Петровна. Это майка моего сына. У него такой же размер, как у вас. Спасибо. Да нет, за что. Идите, идите. Правда, у меня же кроме вас никого в Москве нет. Ну, я имею в виду родственников, близких. Знаете что? У нас в среду отборщины соревнования. По больным танцам? Да. Правда? Мне было бы очень приятно, если бы вы пришли. А я хотела бы попросить, чтобы вы меня пригласили. Можно прийти? Нужно. Спасибо. Я приду обязательно. В шесть. В среду. В шесть. В шесть. Спасибо. Ой. Я женщина. Все, идите прийти. Спасибо, Надежда Петровна. Да. Спасибо. Друзья, поддержим еще раз наших участников аплодисментами. А сейчас заключительный танец «Джайф». А сейчас заключительный танец «Джайф». «Джайф». Аплодисменты. Большое спасибо. Всех участников через пять минут приглашаем для подведения итогов. Здрасте. Молодцы. Спасибо большое, что пришли. Очень приятно. Вероника, Надежда Петровна. Здрасте. Очень приятно. Взаимно. Вы танцевали лучше всех, на мой взгляд. Спасибо. Мы везли, когда они нас сталкивались. Да. А это можно? Нет. Тогда же не дисквалифицировать. Тогда мы выигрываем. Дорогие друзья, разрешите огласить результаты. Пойдем. Пойдем. С Богом. Аплодисменты. Спасибо. Второе место занимает пара номер 27. Виталий Алексеев, Вероника Смирнова. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место занимает пара номер 11. Артем Хамедулин, Анастасия Луговая. АПЛОДИСМЕНТЫ На региональном турнире представит наш клуб пара номер 11. Артем Хамедулин, Анастасия Луговая. Аплодисменты. А что такое? А? Что случилось? А почему так? Вы лучше танцевали, вам второе место, а им первое. Кому мы нужны? На нас здесь всем наплевать. Как это наплевать? Да вот так. Пашка, победи его. Молодой. Ну, столкновение, оно же было очевидно. Да все уж давно решено. Кем? Судьями. О, большое спасибо. Ну, ладно, ну все же не могут быть необъективными. Могут, почему? С этим надо разобраться. Подождите секунду, не расходитесь. Я к вам обращаюсь. Надежда Петровна, не надо. Судьи, уважаемые, я хочу посмотреть судейский протокол. Можно? А вы кто? Я официальный представитель пары номер двадцать семь. Мне кажется, что не только я заметила, но и судья, и спортивное, и некорректное поведение на танцполе пары номер одиннадцать. Я хочу посмотреть... Вы не специалист, не лезьте, пожалуйста, не в свое дело. Родственникам место в зале. Василий Владиславович. Здесь только официальные представители. Вы только не волнуйтесь. Можно я присмотрю? Вы не волнуйтесь, мы сейчас во всем разберемся. Конечно. Покажите мне оценки всех судей. Я восхищаюсь собой. Вот у меня чутье, какой я бой бабы тебе подогнал. Он сражается за вас, как тигрица. Значит, и деньгами поможет, и орг вопросы твои все решит. Так что, Виталий, не будь дураком, пользуйся. Я вас об этом не просил. Да пользуйся, дурень, иначе нас вообще сольют. Ты понял, что она сказала? Умница. Дорогие друзья, приносим свои извинения. При подсчете голосов произошла ошибка. Первое место занимает пара номер двадцать семь. Спасибо. Алексеев Смирнова. Второе место занимает пара номер одиннадцать. Хамедулин, Луговая. На региональный турнир представлять наш клуб поедут обе пары. Я поздравляю. До свидания. Спасибо. Еще посмотрим. Пойдем. Спасибо большое. Спасибо. Надежда Петровна. Что? Спасибо вам огромное. Да не за что. Ну, не делайте так больше, пожалуйста, никогда. А что? Я что-то не так сделала? Да нет, вы все так сделали. И здесь только так и нужно. Не в этом проблема. Проблема в том, что я так не хочу. Я презираю тех парней, которых везде пропихивают. Мамаша, я так не хочу. Я не хочу, чтобы вы из меня делали такого же. Ну, вас же засудили. Я знаю. И что тогда? Я взрослый человек. Я мужчина. И я хочу решать свои проблемы самостоятельно. Это моя жизнь. Мне так нравятся наши отношения. Я ваш тренер. Мы партнеры по танцам. Мы дружим. Я хочу, чтобы эти отношения так и остались. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. До воскресенья. До свидания. Поехали. Может, попробуем какой-нибудь танец разучить? Действительно. Может, станция полегче как-то будет, да? Какой вам нравится? Бальц-бастон. Нет, у нас на куче. Что значит нет? Ну, это тяжелый танец. Там надо держать линию. Это трудно. Мальчик мой, я сваи заколачиваю, вас не строю. Так что как-нибудь с вашими танцевальными трудностями я справлюсь. Правда? Хорошо. Давайте попробуем. Нет, я с той стороны прибегу. Тянемся, тянемся и шаг. Нет, нет, нет. Ничего страшного. Давайте еще. Растягиваем вверх макушкой. Вверх и... Надежда Петровна, давайте какой-нибудь другой танец попробуем, но это не получается. Ну, почему не получается? Я же все делаю так, как вы меня просите. Да, вы правильно делаете по шагам. По шагам, да, а по ощущению нет. Мы находимся в паре друг к другу близко. И вы должны быть женственной, нежной, чувственной, понимаете? А-а-а. Ну, да. Может, вы правы, этот танец не для меня. Да нет, для вас. Для этого. Женственности, чувственности. Да все есть. Просто надо самоощущение сменить. Что значит самоощущение сменить? Ну, например, может быть, одежда должна быть другая. Более подходящая для танцев. И как вы себе это представляете? Я приду в магазин и скажу, дайте мне что-нибудь чувственное, нежное. Они меня засмеют. Нет, это... Ну, нет, это правильно. Я одежду выбирать не умею. Деловой какой-нибудь костюм. Ну, в смысле, для работы. Еще куда ни шло. А это нет. Скажите, а у вас было свадебное платье? Было. А у меня вообще, маму, одно платье было. И выпускное, и на свадьбу мама купила. Сица такая, цветочка. Было. Значит так. В парных танцах очень важен костюм. Мы с вами пара. Вот и пойдем вместе покупать вам что-то подходящее для танцев. Что вы сейчас сказали? Вместе пойдем в магазин и подберем что-то подходящее для танцев. Вы со мной пойдете в магазин женской одежды и будете мне одежду выбирать? Да. Урок закончен. Надежда Петровна, я ваш тренер, вы обещали меня слушаться. Так, здесь, здесь ничего нет. А вот пиджак. Пиджак, смотрим. О, платье. И юбки. Идите примерять, я еще хочу, посмотрю сейчас. Пойдемте в примерочную. В примерочную, да. Ваш сын классно разбирается в одежде, он стилист? Не сын и не стилист. Учитель по больным танцам. Спасибо. Сейчас мы придемся это померить. Нет, 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 нет. Да, 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 не ребят. Это вышивай сил. Спасибо. Надежда Петровна, вы скоро? Скоро-скоро. Вот. Очень красиво. Правда? Спасибо. Вы хотите потанцевать? Хочу. Я был один, ты всегда обидел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сынок, надо что-то делать Спасать ее Позвони, как приедешь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что не занимайся ерундой Спокойно тренируйтесь и настраивайтесь на победу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте Ну да, дело интересное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с каким-то парнем из Скворту Слуг. Не хочу, чтобы она меня видела. Ничего себе! Кто бы мог подумать! Лучше сфоткай потом на телефон, незаметно, ладно? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почему ты так торопишься? В клуб. Сейчас вещи у вас заберу и побегу, а то сторож рано дверь закрывает. А ты что, этот спорт в клубе живешь? Да. Хорошо, раскладушка, душ, тренировки, все под рукой. Ладно, сегодня у меня переночуешь, а завтра подумаем. Нет, это неудобно, Надежда Петровна. Неудобно спать на потолке и укрываться одеялом. Попробуем. Вот это действительно очень неудобно. Пойдем. Я только за вещами. Высоко. Ой, да, высоко. Я люблю, когда высоко. Не помешаю? Да нет, конечно. Дыши, отдыхай. Да, в нашем городе пятиэтажка казалась небоскребом. Я вообще из поселка, у нас и пятиэтажек не было. Ты скажи, а маму почему ты не нашел? Искал? Чего ее искать? Она в Курске на кладбище. Ой, прости. Ничего, это было давно. Она привезла меня к бабушке, потом уехала с каким-то мужиком, потом с другим, с третьим. В итоге ее след простыл. А когда мне было девять лет, пришла телеграмма, что мама умерла в Курске в больнице в приемном покое. Бабушка поехала выяснять причины, но так ничего не добилась. Вернулась обратно злая, как собака. А бабушка жива? Да, да, бабушка жива, здорова. Ну, слава богу. Да, я ей периодически деньги отсылаю. Молодец. Она гордится тобой? Не думаю. Ей до меня дела нет. Да ладно, она же тебя вон в больные танцы отдала. Нет, я сам. Как сам? Сам. Но я был толстый, и меня не брали в спорт. Ааа. И я пошел в танцы, потому что там всегда не хватает мальчиков. Ну, это же здорово. Сам всего добился. Чувствуется, как это сила. Гордость. Это здорово, да? Нет. Иногда хочется какой-то поддержки. Человеческих отношений, поделиться с кем-то хочется. Понимаете? Да. Понимаю. Виталик, вот что я решила. Будем считать библиотеку твоей комнатой. Когда захочешь ночую, она всегда свободна. Договорились? Ну, я же вам чужой человек. Почему вы меня в дом пускаете? Как ты чужой? Ты мне сам говорил. Во-первых, ты мой тренер по танцам. Ты мой партнер по танцам. И друг. Какой чужой? А можно я не буду отказываться? Нужно. Спасибо вам за заботу. И раз. Локоть подними! Локоть сказал! Да вот он! Водички дайте попить! Обойдёшься! Ещё раз! Я отойду ещё пять раз! Не останавливайся! Мы тут сдохнем за пять раз! Ничего не знаю! И? Поговори мне ещё только! Давай, давай, работай! Не надо на меня орать! Ладно! Здорово на тебя! Давай, делай! Здравствуйте, Василий Владиславович! Добрый день! У нас к вам разговор. А я вас слушаю. А давайте пройдём в кабинет. У нас серьёзный разговор. Деловой. Очень серьёзный. Очень. Ну, пойдёмте. Людмилова! Некогда потом. Девочка, я готова? Да, конечно. Пожалуйста. Угу. Степлер. А что это? Ничего. Что значит ничего? Покажи немедленно. Откуда это у тебя? Сегодня по местной рассылке прислали. Корпоративная почта хорошо работает. Ну что, все это видели? Да. А чего? Нормально. На части должна быть личная жизнь. Подездок ? Помоги. Т reconimetр? Промыш Punkt Éx 번евыеonictr maxи-ритовы. Ч containers повышается? Хобо ум financially! Ч ottordне Inaz. Романо Варкс. Продолжение в resident. Львово. Да, Вероника, я помню, что у нас сегодня тренировка. Пока. Доброе утро. Каша на плите, а я опаздываю. Надежда. Да. Этот пиджак мы покупали специально для работы. Померить? Да. Здрасте. Дядя Саша, зайди ко мне в 12, ладно? Хорошо. Привет. Привет. Здрасте. Какой у тебя пиджак красивый. Правда, понравился. Ага. Вообще преображаешься на глазах. Новая прическа, туфли на каблуках. Держишься иначе. Заметила. Да, и не одна. Что ты говоришь? Я не зря старалась. Перемены есть, и это хорошо. Я первая им радуюсь. Здрасте. Плохо другое. Все знают о причине этих перемен и сплетничают. Надо придумать какую-то официальную версию. Ну, чтоб народ черти что от себя не додумывал. Правда? А какая сплетня? Ну, о твоем молодом человеке. Ай-яй-яй-яй-яй. Главный инженер сфотографировал вас в ресторане. Ну, там, где вы вино пили. И выложил фотки. Да. Я действительно была в ресторане. Пила вино, получала удовольствие. Официальная версия им нужна. Я была со своим тренером по балльным танцам. И вот еще что. Главному инженеру скажи, что я ему еще фотки дам. Пусть он выкладывает. Кто там? Хозяин квартиры! Здрасте. Хо-хо-хо-хо! Воу, вырядился! Халдеюсь я завела. Ну, вступай, доложи. Муж прибыл. Надежда Петровна, нет дома. А ты кто такой? На каком основании проживаешь в моей квартире? Меня пригласила Надежда Петровна. Ой, а кем ты ей приходишься? А? Никем. Вот. Пишу заявление в полицию. Проживаешь без регистрации. Неизвестно кто. А вдруг ты таскаешь из дома ценные вещи и продаешь их? Я Надежде Петровне сейчас позвоню. Э! С женой я поговорю отдельно. А ты, парень, собирай монарки и проваливай отсюда. Муж у Надежды Петровны есть, сын есть. А квартиру ты не получишь. Я тебе гарантирую. И прописку тоже. Так что, дуй отсюда, пацан, давай. Занято. А ты давай. Дозванивайся. Давай. Давай. Больше характера. Бёдра вперёд. Молодцы. Василий Владиславович, посмотрите на нас. Так. Ну, повернись. Подвигайтесь. Иди сюда. Подруга помогла? Ага, сейчас. Это я спонсора нашла. Да, хорошего. Ну так, пока присматривайте. Если турнир выиграем, тогда раскрутим на деньги. Да, Алексеев? Ага. Виталик, что такое пришибненный? Турнир на носу. Соберись. Готовься к турниру. Работать надо много. Так, тренировка окончена. Всем спасибо. А мы сейчас прогоним квикстеп в новых костюмах. Юленька, квикстеп. Турнир на носу. Турнир на носу. Турнир на носу. Ну, а значит, опять танец. Присядьте. Надежда Петровна. Да. Я вам говорил, что очень рад, что в моей жизни появился такой друг, как вы. Договорил. Я действительно очень рад нашему общению и нашей работе. Но мне лучше уехать. У вас есть сын, муж. Тихо, тихо, тихо. Это здесь при чем? Приходил ваш муж. Он действительно прав. У вас есть семья. Я здесь не нужен. Я здесь лишний. Я принял решение. Я ухожу, Надежда Петровна. Да. Нет, я дура. Надо было сразу тебя со своей семьей познакомить. Сейчас, секунду, извините. Виталик, я тебя хочу познакомить со своим сыном. Зовут его Сережа. И он живет у меня вот здесь. Потому что у меня очень большое счастье. Я имею право раз в неделю с ним пообщаться по скайпу. Он живет в Чехословакии вместе со своей женой. Я ему там квартиру купила. Работают. У них все хорошо. Это вот моя жизнь. С мужем ты знаком? Да. Знаешь, он, конечно, не всегда такой был. Я же смотрю на него, мне даже его жалко немножко. Молодая семья, все хорошо, появился ребенок. Сынуля, я зарабатывала больше. И решили так, что я буду работать, а он будет с ребенком сидеть. Ну, чтобы там Янечку не приглашать. Ну, и вот работала по 20 часов в сутки. А он с сыном. Я не знаю, как так случилось. В общем, наверное, в этот момент я семью потеряла. Потому что он говорил, видишь, маме нашей не до нас. Видишь, у мамы самая главная работа. Не дай бог, сын, улечка, со мной что случится? У нас же тебя в детский дом отпаст. Но ведь сын уже вырос. Ну, вырос, да. Мы решили, когда сын вырос, расстаться. А тут Сильвина уже за отца заступилась. Говорит, как так? А ты виновата, что у папочки нет работы. Он всю жизнь до меня. Пришлось составить ему там двухкомнатную квартиру. Месячное пособие. Каждый месяц. Но. Самое обидное другое. Я несмотря ни на что. Несмотря на то, что я всю жизнь хотела им только хорошего. Я для Сережи мать. Мать. А папа для него это папочка. Так что семьи у меня нет. Одная. Разбирай сумки и живи. Приготовлюсь что-нибудь поесть. Давай еще раз. Виталия, Вероника. А? Пошли со мной. Зачем? Пойдем, пойдем. У нас, между прочим, мало времени, Василий Владиславович. Заходите. Я получил сегодня официальное письмо от Торбкомитета турнира. По новым правилам представлять страну должен танцор только с гражданством этой страны. В связи с этим я теперь в анкетах должен указывать информацию о гражданстве в Италии. В связи с этим твое участие в турнире невозможно. Это почему? У него белорусское гражданство. Ну и что? У него же есть временная прописка? Прописка есть, гражданство нет. Ребят, мне очень жаль, но новые правила ничего поделать не могу. И что теперь? Поют Артем и Настя. А что сидишь-то? Что на тебе делать? Нам же нужно спонсору что-то сказать. Ему в конце концов нужно деньги вернуть. Я заработаю. Что ты заработаешь, а? Ты хоть понимаешь, что все это за тебя? Что я теперь могу сделать? Я не знаю. Я не знаю. Ну ты должен сделать хоть что-нибудь. Ну придумай что-нибудь. Слушай, позвони своей этой тетке, а? Ну с которой ты танцуешь. Ну пускай она поможет. Значит так, дорогая моя. Во-первых, она не тетка. Во-вторых, я ее просить никогда ни о чем не буду. Ты поняла меня? Поняла. Ничего ты не поняла. Хорошо. Надежда Петровна, я здесь. К вам девушка. Девушка говорит по личным делам. Здрасте, я Вероника. Я партнерша Виталика Алексеева. Да, я узнала. Спасибо. Присаживайтесь. Что-то случилось? Да нет. То есть да. В общем, мне с вами поговорить нужно. Я слышу. Меня просил к вам прийти Виталик. Да, Моря? Надя, идите скорее ужинать, а то остынет и будет невкусно. Как прошел день? Плохо. Почему? Неважно. Присядьте, пожалуйста, надо поговорить. Ой, бегу. Сейчас. Бегу. Очень страшно. Не, Юрныч, я серьезно. Я звонила в оргкомитет вашего турнира. Куда вы звонили? В оргкомитет вашего турнира. И мне сказали, что у тебя очень большие проблемы с российским гражданством, да? Я узнала, действительно, правила о гражданстве существуют. Но обычно на него закрывают глаза. Но твой тренер уже успел туда сообщить об этой проблеме. Я не знаю, зачем он это сделал. И даже не собираюсь узнавать, зачем. Существует проблема. Значит, эту проблему надо решать. И есть способ решения этой проблемы. Правильно? Существуют у меня деньги для того, чтобы ускорить решение этой проблемы. Так? Я хочу, чтобы вы участвовали в этом турнире. Вы по протоколам, по всем первые. Значит, вы поедете туда и будете участвовать. И никакой тренер вам помешать не сможет. Понятно? Я это буду контролировать. Понятно. Очень хорошо. А что тебе понятно? Я привыкла, что ко мне люди обращаются со своими проблемами. Я привыкла эти проблемы решать. Я делаю это как должное. Я не знаю, ко мне обращаются все. Родные, близкие, друзья. А мне знаешь, что обидно? Что ты сам со мной не поговорил. Подослала Веронику. Я думала, что у нас с тобой другие отношения. Дружеские. Товарищеские. Я тоже думал, что у нас с вами хорошие, товарищеские отношения. Руки поможешь и за стол. Веронику. Вероника. Вероника. У себя? Не будет сегодня. Как не будет? У нас отчет. Надежда Петровна позвонила, сказала, не будет до понедельника. Понятно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Шире шаг. Шаг шире. Настя, кто локти вранил? Локти держи. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Да? А я вас не очень. А что случилось? Тренер пропал. И у вас тоже? Мягче спуск, мягче! Мы его тоже потеряли. Что вы говорите? Можно у Вероники спросить, она там одна мается. Была здесь. Настя, слушай партнера. Молодцы. Надежда Петровна. Ой, а я вас искала. Вы извините, я просто не хотела с вами разговаривать при тренере. Он, сволочь, слил нас. Ну, потому что ему это было выгодно, а у нас тут все решают деньги. Вы что, вообще все нечестно? Ну, да, так получается, что все нечестно. Вы знаете, я дура, я всегда все порчу. Что? Виталик, он не хотел вас ни о чем просить. Он орал на меня, говорил, чтобы я не лезла. В общем, я вас обманула, когда сказала, что это он просил меня к вам прийти. Это я сама к вам притащилась и все испортила. Да, а где он сейчас? Я не знаю. Он только сказал, что сам найдет все деньги нашему спонсору и исчез куда-то. Но у него уже телефон неделю не отвечает. Это я знаю. Вы, если найдете его, сообщите мне, пожалуйста. Да, конечно. Спасибо. Девушка, скажите, пожалуйста, за последнюю неделю к вам не поступал молодой человек, гражданство Белоруссии, лет 25. Виталий Алексеев. Алексей? Нет, да? Спасибо. Спасибо. Алло. Здравствуйте. Ты справочная? Жива, наконец-то. Сережа. Привет, мам. Привет. 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 Что с тобой? Чего? Ой, не ожидала. Не ожидала? Ну, от счастья. Ну, смотрите, у тебя что-то случилось? Я что приехала? Я приехала узнать, у тебя все нормально, мать? У меня все нормально. Ну, прошу. Слушай, а тебе вот самому ухо слово мать не режет, нет? Что ты мать говоришь? Мать. Это же грубо. Это как-то... Лучше вообще никак меня не называй, ладно? Что произошло? Ничего. Я приехала. Я рада. Рада. Да. У тебя ничего там не другое? Каша. Ты кашу готовишь? Кашу. Ага. С каких ход? Мам, будешь? Нет, спасибо. Ничего, я не подгорела. Ну, и что? Значит, тебя срочно вызвали по работе, и ты по дороге ко мне заехал, да? Нет, мать. Опять мать. Мама. Мама. Я волновался. Чего? Волновался. Волновался. Ты к телефону не подходишь, на скайп не отвечаешь. И папа сказал, что ты из дома не выходишь. Он что, следит за мной? Он беспокоится. Ах, это сейчас называется беспокоится. Слушай, я тебя не узнаю. Ты как-то изменился. Да ну ладно. Никогда в жизни тебя такой не видел. Какой такой? Другой. Все. Большой ни копейки твоему папе. Мам. И даже дело не в том, что он пьет или не хочет работать. Это его жизнь, понимаешь? Если он хочет погибать под забором, пусть, пожалуйста, погибает. Это его жизнь, а это моя. Все, я свою вину перед тобой, перед ним сняла. Нету. Все. Успокойся. Все. Ну я-то при чем, правильно? Ну я-то при чем. Ты же мне будешь помогать? Нет. Ну сын. А ты взрослый уже. Ну и что? У тебя уже своя семья есть. Сам. Спасибо. Пожалуйста. Хотя ничего страшного в том, что помогает даже взрослому сыну. Нет. Да. Здорово тебе-то, Кахали. Голову заморочил. Вот он что тебе сказал. М? Вот почему ты приехал. Не успокоит? Ой, Боже мой, это ж надо. Он не хахалил. Это просто мальчик. Мальчик? Да, мальчик из провинции. И он, между прочим, в моей помощи не нуждается. Ни копейки у меня не взял. И этот мальчик мне за время нашего знакомства слово спасибо сказал столько раз, сколько ты и не говорил за всю свою жизнь. Мальчик, который говорит тебе спасибо. Да, говорит спасибо. Как вы с ним познакомились? Танцую вместе. Чего? Чего? Он тренер по больным танцам. Вот и все. По каким танцам? По больным. По больным танцам? Это ты на меня танцешь? Ты малярина? Мать, ты с ума сошла? И не только мы с ним танцуем. Что? Мы еще с ним вместе по магазинам ходим. Он мне одежду помогает выбирать. Чтобы я была более женственная. Какая? Женственная. А, ну да, конечно. Делай ты себя женщину. Интересно. Я сама даже не думала, что такое может случиться. Правда. Друг из себя, что ли, нашла? Я не знаю. А я ему в его трудный период жизни такого наговорила. Он, конечно, обиделся. Ушел. Я не знаю, где он. Что с ним? Ты, значит, и кашу ему приготовила? Он любит. Ну да. Изменился. Алло. Здорово, Кирюха. Узнал? Да нет, я так, на пару дней. Ну как-то нормально. Слушай, у меня к тебе просьба. Пробей номер мобильного телефона. Ну, есть какая-нибудь активность и где? Пробьешь? Ну, спасибо, друг. Записывай. Виталий Алексеев. Спасибо. Здорово. Здорово. Скажи, есть у вас тут такой официант? Виталий Алексеев недавно должен был появиться. Весь придурочный, сутками работает. Ну, покажи, где он? Да вон, бегает. Черненький? Спасибо. Угу. Ваш десерт будет через пять минут. Молодой человек? Да. Можно меню? Секунду. Алло. Алло. Да, да, да. Все, я еду. Пожалуйста. Ты ведь Виталий Алексеев? Да. Можем с тобой пять минут поговорить на улице? Не понял. Я сын Надежды Петровны, теперь понял? Теперь понял. Пойдем на урок. Ну, и что, долго тебе еще? Ну, я посчитал, две недели осталось. Надо долг спонсору отдать. Ну, что, тебя на счетчик поставил, угрожает. Нет. Так что корячится? Для твоего спонсора, может, это так, копейки отдал и забыл. Может быть. Только я слово дал. Я не хочу жить с ощущением того, что я кому-то чего-то должен. Да. Странный ты. В общем, так я, по-моему, не знаю, какие там у вас отношения с моей матерью. По мне, так лучше, чтобы их вообще не было. С другой стороны, я ей не враг. Она переживает из-за тебя. Моя мама из-за тебя переживает. Так что ты проявись. Понял меня? Но не раньше среды. Я в среду уезжаю, а потом в четверг. Милости просим. Долг отработаю и проявлюсь. Договорились. Я пойду. Давай. Танцоры. Танцоры. Так договорись с производителями. Игорь Владимирович. Ну, все. Давай, звони, а. Пока. Здрасте. Здрасте. Деньги принес. А, да. Вероника мне позвонила. Спасибо. С нее такое отношение. У тебя время есть? Ну, да. Поехали со мной. Расскажешь там по пути, что у вас случилось. На, поехали. Двигаемся. Артем, Настя, выделяем счет раз. Настя, фокус. Настя, Артем, работаем друг с другом. Здорово. Здорово. Баунс. Мягче. 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 Василий Владиславович, можно с вами поговорить? Это срочно? Да, это срочно. Здрасте. 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 Мы едем на турнир. А мы продолжаем наше соревнование по европейской программе. На паркет приглашаются пары под номерами. Номер 12. Пара номер 15. Поздравляю. Спасибо. Пара номер 28. Первая. Пара номер 32. И пара номер 48. Медленный пальц. Можно я постою с вами? Да, конечно. Сейчас выступает моя внучка, я хочу посмотреть отсюда. Да вы что, правда? Да. А какая она? Вот видите, вот в ярко-красном платье. Ой, боже мой, красавица. Красавица, говорите, говорите. Платье потрясающее. Прекрасное, да? Ой, молодцы. Ой, молодцы. Да. А вы тоже за кого-то болеете? Да. Да. Они прошли все предварительные туры и уже попали в финал. Так что... Что вы говорите? Поздравляю. Спасибо. Ой, красавица моя. Ну, красавица же. Вы в танцах разбираетесь? Ах, конечно, конечно. Когда Олеся, моя внучка, стала заниматься танцами всерьез, я передал свой бизнес сыну и стал заниматься только ею, внучкой. Понимаете? Вы же сами знаете, сколько на этих танцах уходит сил и денег. А нервов. Ну да, нервов, конечно. А я подумал, что я достаточно много работал и теперь могу посвятить свою жизнь тому, что люблю. Вы меня понимаете? Понимаю. Прекрасно. А я так люблю танцы и души не чаю своей девочке. Знаете, с того момента, как я отдавил, она стала для меня всей жизнью. Иди сюда, красавица моя. Прекрасная. Ух ты, красавица. Было все хорошо. Отлично. Поздравляю. Давайте, давайте дальше. Все продолжается. Финал. Финал. И вновь я приглашаю на паркет финалистов под номерами. Пара номер 21. Пара номер 4. Пара номер 27. Это ваши. Пара номер 30. И пара номер 48. Да, да. Я знал, я знал. Я вас поздравляю. Заключительный танец финала. Квик степ. Смотрите. Да, 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 да. Это ваши. Да. Это вы, это вы, это вы, это вы. Мы впервые на таком турнире. И уже дошли до финала. Это для нас. Это огромная, огромная победа. Но ваши танцуют лучше. Лучше. Это очевидно. Да. И на церемонию награждения. Приглашаются участники финала. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье призовое место занимает пара номер 48. Андрей Иванов. Да, да, да. Да, да. Вы тоже говорите да. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье призовы. Браво! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место заняла пара номер 21. Валерий Чернышев, Оксана Ряпунова. АПЛОДИСМЕНТЫ И чемпионами нашего соревнования стала пара номер 27. Виталий Алексеев, Вероника Свердова. Вот видите. Прекрасно. Браво вам. Искупайте наших чемпионов молодцы. Какие молодцы. Я вас поздравляю. Спасибо большое. От всей души. От всей души. Спасибо. И я вас поздравляю. Поздравляем вас, ребята. Это заслуженная победа. Ну что я говорю? Что я говорю? Не плачь. Это же счастье. Счастье. Конечно. Поздравляем вас. И финальный поклон наших чемпионов. Спасибо. Поздравляем. Это все так красиво. Это все так красиво. Игорь Негода. Игорь Негода. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я такой счастливый. Раньше была цель, а сейчас просто счастье. Просто счастье. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как хорошо, что мы встретились. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...